Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду выступать с темой, которая, как правило, всех привлекает и является объектом изучения многих специалистов. Я буду говорить о государственных праздниках в современной России. Сегодня уже говорили о... частично затрагивали эту тему, говорили о 7 ноября, о юбилейных датах. Я же буду говорить об этой теме с позиции политолога, наверное, и с точки зрения символической политики государства в отношении государственных праздников в современной России. Очевидно, что утверждая в качестве нерабочего дня годовщину того или иного исторического события, властвующая элита продвигает определенные видения реальности, которые она считает необходимы для общества в данный момент. Изучая государственные праздники, переходных, трансформирующихся общества, можно узнать, как менялись ценностные ориентиры, каким образом происходила конкуренция идей, осуществлялся поиск ценностей, значимый выбор направления развития общества. Российский случай дает интересный материал для анализа политических функций праздников, поскольку социальные и политические трансформации, последовавшие за распадом СССР, повлекли за собой фундаментальные изменения систем ценностей и смыслов. Советские праздники, которые существовали, не были отменены, однако их пришлось адаптировать к новым реалиям. Очевидно, что отрицание советской идеологии побуждало к поиску новых смыслов и нарративов праздников, которые могли бы лечь в основу пересмотра генеалогии российского государства как такового. И изучая праздники, как правило, можно проследить, как формировались идеологические основания нового режима, а также выявить конкуренцию в этом поле. В целом, если исследовать символической политике, можно выделить несколько этапов ее изменений, начиная с 90-х годов. Условно, это четыре этапа. Первый этап с 1990 года по 1994. Это этап, связанный с отрицанием тоталитарного прошлого и первые попытки приспособления советских праздников. В частности, всем известно, первым праздником, который был отменен в календаре российского государства, стал День Конституции СССР 7 октября. Затем этот период связан с попытками восстановления исторической преемственности и восстановления праздника Рождества Христова в календаре. Ну а также стоит отметить появление дня принятия декларации о государственном сануэритете, который в дальнейшем был переномлен в День России. Следующий этап с 1995 по 1999 год. Этап связан с разработкой новой национальной идеи, которой Борис Николаевич Ельцин обозначил послание Федеральному собранию. В 1994 году определенные изменения на этом этапе связаны с новым ракурсом интерпретации Великой Отечественной войны и сдвиг в плане использования и продвижения значимости подвигов советских героев. В частности, тогда же был поставлен памятник маршалу Жукову. Таким образом происходило стимулирование позитивного патриотизма. Я сейчас достаточно пунктирно обозначаю этапы, чтобы в дальнейшем, может быть, как-то с вами подискутировать. Следующий этап начинается с 2000 годом и связан с президентством Владимира Владимировича Путина. Это переход от нарратива новой России, который продвигал Борис Николаевич Ельцин, отказ от советских традиций, к тысячелетней истории избирательного отношения к прошлому и реформа российского праздничного календаря. Всем известно поправки Трудовой кодекс в 2004 году, вследствие которых у нас появился День народного единства, а также потерял статус государственного праздника День согласия и примирения и День Конституции. И с 2012 года можно говорить о том, что начался новый этап символической политики государства в области праздников. Он связан с новой постановкой вопроса коллективной идентичности и более целенаправленной работы в области и в отношении некоторых государственных праздников. Если в целом суммировать, я понимаю, что тема очень широкая, то можно говорить о том, что сегодня именно советские праздники, группа советских праздников до сих пор составляет основной символический багаж, несет основной символический багаж современной власти, которая избирательно подходит к их использованию. Функция этой группы праздников – укрепление государства, поддержка образа великой державы, доставшиеся от 90-х годов в наследство новой власти День России и День Конституции, столкнулись с серьезной проблемой адаптации непростых смыслов, которые они на себе несли, к новым реалиям. Нарратив «Новой России», который власть пыталась использовать в начале 2000-х годов, однако был не совсем удачным и работать с ним оказалось непросто, поскольку для многих «Новая Россия» ассоциировалась с тяжелыми временами, с испытаниями, которые пришлось пережить в стране. Ну и, конечно, День Народного Единства, который олицетворяет собой праздник неоднозначный, и слишком широкие основания этого праздника не были восприняты обществом, поэтому праздник, наверное, сегодня не получает такого распространения, как другие новые, в том числе и государственные праздники. Ну и хотелось бы также с вами обозначить, завершаю, обозначить и сделать ремарку небольшую. Новый этап символической политики с 2012 года, начавшийся и посвященный, и связанный с новой постановкой вопроса о национальной идентичности, в том числе, опять же таки, выделил на поверхность категорию «Русский мир» и осмысление, изобретение российской нации, в чем же ее основание. Произошло существенное расширение темы нации как таковой. И все это происходит, опять же таки, на фоне антизападнических настроений в обществе. Ну, пожалуй, на этой ноте я остановлюсь и готова с вами подискутировать. Спасибо. Да, будьте добры. Праздники символизируют крупные перемены, выдающиеся события. Вы говорили очень хорошо о политической символе. Это и политические символы, да? Вот 7 ноября, вернемся, вот, сейчас отталил вопрос, в поле этой революции, нахожусь. Ну, все-таки, ваше личное впечатление. Почему отменили? Это же выдающиеся события, Расовый, Черчин, назвали это событие, величайшие события 20-летней, октябрьской революции. Почему сначала скромно, чисты, либо убрали день единения, сейчас вообще не вспоминается, и можно играть. Почему? Не в угоду, нельзя же актом одни политики, там, руководителя страны современно отменить. Это же события в памяти народа, исторических. Вот, видите, уважаемые зрители. Сначала объявили праздник, потом отменили. Хорошо, я отмечу, что отмена, если можно так называть, 7 ноября, она не была столь однозначной. Она же происходила в нескольких этапах. В частности, еще в 90-х, по-моему, в 96-м году, Борис Николаевич Ельцин принял указ, согласно которому праздник переименовали. А это уже существенный шаг для того, чтобы сместить смыслы и, возможно, другое восприятие праздника в обществе сформировать. А, отвечая на ваш вопрос, почему отменили, все просто. Если обратиться к источникам, поскольку здесь и историки присутствуют, я могу сказать, что инициатором утверждения 4 ноября, в том числе, был межрелигиозный комитет и депутаты от «Единой России» Еремеева. Второго не помню, к сожалению. В стенограмме Государственной Думы, когда происходило обсуждение законопроекта, связанного с утверждением 4 ноября, звучал вопрос, почему мы одновременно должны исключить из Трудового кодекса выходной день, связанный с 7 ноября. На что было отмечено, что этот праздник утратил свое значение. То есть, по мнению наших депутатов, этот праздник уже действительно не имеет того значения, которое раньше имел. Наверное, это было своевременно. Может, чтобы не переживать об отмене праздников, не объявлять ничего праздниками? Да. Прошу прощения, тут был вопрос. Короткий вопрос. Вот обычно для любого общества наиболее символически важна дата основания. Вот, соответственно, почему в День России символическое праздничество в обществе в большом счете так и не получил? Ой, это отдельная очень интересная тема, связанная с 12 июня. Во-первых, день еще в 90-х годах отмечали, что непонятно, что мы празднуем в этот день. То ли выборы первого президента, то ли принятие декларации о государственном суверенитете и так далее, и так далее. Само название «День принятия декларации о государственном суверенитете» или, как в народе прозвали, «День независимости», возникал, порождал множество вопросов. Независимости от кого. Само неоднозначное название этого праздника, а также неоднозначное восприятие событий 90-х годов, связанное с распадом Советского Союза, который в обществе до сих пор воспринимается как катастрофа частью общества или как негативное событие. Поэтому этот праздник до сих пор является таким неоднозначным для многих. Это символ тех нерешенных вопросов и проблем, которые есть. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok